Итак, сенсация! Сегодня сенсационный ролик. 5 правил, которые изменят вашу жизнь с вашей собакой. Ну что же, продолжаем. 5 правил, которые изменят вашу жизнь с вашей собакой. Правило первое. Я очень давно уже занимаюсь дрессировкой собак. И я нашел корм, супер корм, который поможет обучить собаку еще лучше благодаря этому корму, потому что я его продаю. Правило второе. Итак, правило второе у нас. Никогда не оставляйте мячики у собаки и не давайте ей играться самостоятельно, иначе собака перестанет играть. Правило третье. Никогда не давайте собаке возможность выходить первой в дверь, когда вы идете на прогулку. И вообще дома нигде не разрешайте собаке заходить первой, иначе она доминирует над вами. Правило номер четыре. Извините, еще не придумал правило номер четыре. Сейчас подумаем, сейчас подумаем, сейчас подумаем. Ну, короче, и так далее. Ну, дебилизм, правда. Итак, о чем хочется сегодня поговорить. Это о том, что мы люди пытаемся найти по своей природе какие-то очень простые решения, правила, которые изменят моментально. Вот просто вот так вот, как у одного великого дрессировщика по такому сигналу собаки начинают его слушать, потому что он там вуду какой-то, маг и все остальное. Я начал заходить и смотреть ролики, которые сейчас есть на просторах нашего социальных сетей, интернета, ютуба. И, ну, как бы, сейчас каждый пытается вести свой блог с учетом того, что, как бы, ну, человек вообще ничего не понимает. То есть, это человек, который взял себе собаку, который выходит и просто пытается какой-то ролик сделать, сделать с музычкой, с красивым. А информацию, которую он подает, ну, там вообще, как бы, нету никакой, ну, никакой теории, она ничем не подкована, он не объясняет никакие действия собаки, что и почему происходит. Потом, допустим, про корм мне попалось, ну, как бы, типа, ребята, ну, кинолог, ну, кинолог, который дает советы по ветеринарии. Ну, хорошо, допустим, у него есть образование какое-то ветеринарное, но не практикующие ветеринары. Да, и ветеринаров у нас не так много хороших, чтобы, прослушав ролик, вы, как бы, сделали себе вывод о том, что, о том, что вот этот корм вам в чем-то поможет, что он супер корм. Ну, мячики, не играться игрушками, не оставлять игрушки, потому что это плохо всегда, забирайте игрушки, ну, что за бред, что за бред, ну, как бы, нормально оставлять игрушки, если они безопасны для собаки, оставлять, чтобы она, как бы, особенно, если у вас нету, если собака не разгрызает игрушки, чтобы она не проглотила, или маленькая игрушка, чтобы не проглотила, а так игрушки можно оставлять собаке, это нормально. ну и вот эти вот всякие дверцы там кто знает это не пропускание там альфа самцы альфа самочки и все остальное опять же полный полный бред итак мы смотрим неважно какой-то дрессировочный блок мы должны слушать что нам пытается донести человек который говорит как он объясняет действия собаки допустим по теории как он это под ну там пищевая мотивация игровая мотивация как бы почему собака так реагирует что показывает язык тела ее и так далее и так далее и так далее не стоит не стоит вестись на просто красивые названия и ролики очень важно чтобы вы при выборе если у вас нет возможности как бы найти кинолога да там вы где-то там но живете далеко его у вас там рядом нету кинолога попытайтесь не ну посмотреть как бы что делают собаки на каком уровне делают собаки и тогда ну можете даже попытаться это сделать как бы из из того что сейчас большой плюсик есть это то что на роликах никто все пытаются быть очень позитивными это большой плюсик что там нету такого что собаке нанесет вред большой но когда вы что-то делаете вы должны посмотреть как собака выполняется каким желанием как как какие взаимоотношения с кинологом то есть следите за этим всем и как бы не забывайте думать итак ребята подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк до новых встреч